Победа над НИП 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 Какие были ваши козыри и в чем слабость НИП на этой карте? Я думаю, что мы были более тактически подготовлены к этому матчу. И второе, что НИП не так часто играли в Мираж на турнирах. Поэтому, может, как-то сказалось, что Мираж мы первым делом одолели. Мы преодолели эту планку именно на Де Мираже. И после этого как-то все пошло по накатанной. На Мираже был такой момент, когда у НИП часто такое бывает, когда они проигрывают первую половину очень жестко. И во второй половине они начинают добирать, добирать. И их противник морально слабливается. И были ли у тебя такие мысли, что вот сейчас мы отдадим выигранную игру? При счете 14-12, когда уже НИП начали догонять. Нет, у меня такого не складывалось. У меня складывалось больше впечатление, как бы не дать им эту возможность. Чтобы они почувствовали, что вот они могут взять игру в свое русло. Поэтому во время игры мы очень много дискутировали, разговаривали между собой и предпринимали действия, чтобы не давать, не сбавлять темпу и не дать НИПам выдохнуть, что ли. Не дать им времени подумать. Поэтому мы постоянно держали их на напряжении на протяжении второй половины. Вторая карта для НЮК, это естественно их выбор, это сильнейшая, пожалуй, их карта. И эта карта была, раньше эта карта была как бы одной из слабейших карт для вашей команды, но в Дании вы выступили очень хорошо, вы выиграли и у ESC, НЮК вы выиграли и у Quantic Gaming, НЮК решающую карту. Можно ли говорить, что НЮК для вас сейчас является сильной картой, вы уверенно себя чувствуете на ней? Я бы сказал, что Мираж намного увереннее для нас, нежели НЮК. Но и на НЮКе мы чувствуем себя очень хорошо. Во-вторых, мы еще знали, как играет НИП, ну то есть, как знали. Мы видели небольшое количество игр на НЮКе, именно на лан-турнирах. И ребята с того момента не поменяли вообще ничего. То есть они как держали, так и держат, что делали, так и делают. В принципе, было все предсказуемо, когда в некоторых моментах... Ну, в принципе, зачем менять, если ты 85-0 идешь по картам? В принципе, может, не стоит чего менять, если ты выиграешь и так. Ну, согласен, да. Но это привело к как раз-таки поражению на НЮКе. Вот ваша команда единственная команда, которая может бороться. И вчера вы победили НИП, остальные команды отлетают 16-5, 16-3. В чем особенность? Почему ваш игровой стиль так идеально вписывается под стиль НИПов? Или в чем фишка Virtus.pro, что единственная команда Virtus.pro может на равных бороться с НИП? Я не знаю, может быть, как-то психологически мы меньше боимся их. Или они нас, может, стали немного больше опасаться. Я не знаю, мне кажется, в каком-то психологическом факторе это все-таки подействовало на НИП. То есть, если мы последние турниры так играли close, счета были такие почти что равные, то фактически выигрывая игру, мы проигрывали почти нашу карту. Поэтому я думаю, что они психологически стали больше опасаться нас. Вчера на НЮКу выиграли, по-моему, если не ошибаюсь, 5 в 0. Экономический раунд очень важный во второй половине. И мне показалось, что как-то они посыпались, они замкнулись в себе. Было очень мало криков, они какие-то были, ну, не потерянные, но какие-то такие зажатые. Как вообще так получилось, что вы выиграли экономический раунд 5 в 0, и это очень сильно ударило по морали у шведов? Я, честно говоря, не знаю, но на НЮКе у нас очень даже есть интересная статистика. Мы из 12 эко-раундов на Копенганге геймс взяли 10. Из 12 это очень хорошая статистика. Мы были уверены, что возьмем это эко, потому что наш капитан сказал, «Ребята, не переживайте, у нас сейчас эко, мы его берем». Все, после этих слов это было… То есть, хорошая настройка в атмосфере в команде? Да, конечно, хороший настрой, уверенность в себе, то, что мы возьмем этот раунд, и все это сложилось так, что мы взяли эко. Вот вчера до вашего матча играли ESC Gaming с Navi, и как-то вот поляков сейчас в последнее время очень большие проблемы, нужно даже психологического плана, они не могут найти свою игру. В чем, как бы, особенность их провальных выступлений? Они в Дании выступили очень плохо, и в Австрии они выступили не лучшим образом. Что не хватает поляков? Может, пора какие-то замены совершать в составе? Как ты думаешь? Я не знаю, мне кажется, им просто не хватает какой-то доли мотивации. Представляю, что ты играешь игру больше 10 лет, ты выиграл все, что можно. И, в принципе, переходить на новую игру и находить себе новые силы очень тяжело. Поэтому я думаю, что им это очень тяжело дается в плане мотивации, чтобы набрать достаточно мотивации, чтобы тренироваться. После бен-бланка сегодня будет Нави против NAP. В принципе, Нави имеет определенные проблемы, но со временем стали играть чуть лучше, чем раньше, чем когда они начинали. Есть ли какие-то шансы у Нави побороться и может обыграть НИП? Или ты думаешь, что шведы без шансов сегодня обыграют их? Я думаю, что сегодня будет жесткая борьба, потому что Нави увидели, что можно брать НИПов и видели, как это делается. Поэтому я думаю, что сегодня Нави дадут очень даже сильный бой. Я буду болеть за ребят. Смотри, вчера НИП проиграли впервые и в сообществе мнение разделилось. Некоторые говорят, что сегодня против НИП будет играть легче, потому что они вчера проиграли и все увидели, что НИП можно обыгрывать. Но некоторые говорят, что раненые звери еще более опасны, что НИП сегодня с двойной мотивацией подойдут и докажут всем, что... Даже ходили слухи, что после вчерашнего поражения мы вновь увидим серию 85 побед подряд. Считаешь ли ты, что НИП сегодня будет опасней или они наоборот будут более зажатее после поражения от вас? Все-таки это шведы и они будут еще жестче играть. Но Нави к тому же, они же видели тоже, что их можно обыгрывать, поэтому сегодня будет нереальная заруба. Я считаю, что команда Нави, которая видела, как можно обыгрывать НИП, и НИП, которые поняли, что они проиграли и надо собираться еще жестче. Поэтому сегодня будет заруба еще вообще. Наш Шелт-Вью-Йорк много ходит споров, разговоров о лучших командах планеты. Можешь ли ты назвать пятерку лучших команд, по твоему мнению, на сегодняшний день в Европе? НИП, Вестерн-Вульфс, наверное, все-таки Нави, Вэри Геймс, мы, поляки. Ну, это шестерка назвал, из которых я именно... Потому что после вчерашнего победы над НИП, многие говорили, что вы, безусловно, вторая команда в мире, потому что вы единственная команда, которая может с НИП бороться на равных, и вы вчера обыграли НИП. Но были же также мнения, что второе место должны занимать Вестерн-Вульф, у которых два подряд вторых места на важных кланах. Как бы считаешь ли ты, что, определяя пятерку, нужно полагаться именно только на результаты команды или на игру команды? Например, если проведи параллели с футболом, тот мир сбор на Голландии в 70-х годах показывал очень яркий футбол, но она не выиграла ни одного чемпионата мира, а немцы постоянно их обыгрывали, показывая более прагматичный футбол. То есть, как ты считаешь, главнее результаты или главнее впечатление от игры, именно качество игры команды? Ну, я думаю, что и то, и другое должно быть на уровне. Ну, не могу сказать, потому что мы с Вестерн-Вульф встретились только один раз, и то на Копенгагенгеймс мы встретились как? Мы выиграли Бестов-3 у них, они выиграли у нас выход в финал. Вот и все. Поэтому я думаю, что если судить нас как первое, второе место, второе и третье место после НИП, я думаю, что пока нельзя, потому что мы увиделись только на одном турнире. Если мы как-то встретимся их на нескольких турнирах, то тогда и увидим. Первые турниры по CSGO проходили под явным доминированием игроков в Сорс. Сейчас мы видим, что ситуация чуть-чуть изменилась, и сейчас из таких топовых Сорс-команд есть только Вэри Геймс, которые неплохо выступают, и вот эти вот же Вестерн-Вульф. Считаешь ли ты, что сейчас наступает время игроков 1.6, и Сорсеры со временем будут все хуже и хуже выступать, и команды со Сталин и Сорсеров будут падать все ниже и ниже? Или же Сорсеры смогут на равных соперничать? Я думаю, что все-таки Сорсеры научатся многому в 1.6, и будут более-менее на равных выступать с 1.6. Все-таки это мое мнение, что они учатся очень быстро. Завтра вы играете в финал, скорее всего, против НИП, хотя могут быть сюрпризы. Какие карты ты бы хотел играть? Вы будете опять пикать Мираж? Если придется, то будем пикать Мираж, а так убираем трейн и играем в любую карту. Ну все, пожалуйста, спасибо за интервью. Можешь передать пару слов друзьям, спонсорам, кому хочешь, и будем, наверное, заканчивать. Спасибо всем моим друзьям, кто за меня болел, всем болельщикам, кто поддерживает нас. Спасибо Virtus.pro, всей команде, команде вместе с штабом большому. Спасибо спонсорам BenQ, GameTricks, которые нас тоже поддерживают, спонсируют. Спасибо всем, кто за нас болеет. Болейте за нас дальше, будем показывать результаты. Все, это был Адрен, специально до Virtus.pro.org.